Гора и холм Гора – это выпуклая форма рельефа с хорошо выраженной вершиной, склоном и подошвой. Однако относительная высота холма не более 200 метров. Горы – это то, что выше 200 метров. В природе редко встречаются отдельно стоящие горы. Исключением являются вулканы. Горы занимают большие участки поверхности земли, высоко приподнятые над равниной, сложные по своему строению и сильно расчлененные. Горы восхищают человека своей необыкновенной красотой и своим разнообразием. У некоторых гор, вершины, выступают словно остроконечные пики. Некоторые вершины напоминают плоские поверхности, похожие на столы. Такие вершины даже называют столовыми. А в Африке, на юге материка, есть гора с таким названием – столовая гора. В горах, особенно высоких, выделяют разнообразные формы рельефа, не характерные для равнинной местности. Вершины, перевалы, ледники, горные долины. Если посмотреть на горы сверху, то можно увидеть четко выделяющиеся, линейно протянутые горные хребты. Иногда горные хребты располагаются параллельно друг к другу, иногда направлены в разные стороны. Горные хребты разделены продольными долинами, или горные долины их по-другому называют. Места, где удобно переходить горные хребты, понижение называют перевалами. А самую высокую часть горного хребта называют гребнем. Известен исторический факт перехода перевала в Альпах русскими войсками под руководством фельдмаршала Александра Суворова. Это произошло в 1799 году. Войско преодолело не только опасные перевалы Альп, но и вынуждено было еще и сражаться. Впоследствии этому переходу была посвящена картина великого русского художника Василия Сурикова, который написал «Переход Суворова через Альпы» в 1899 году. Сейчас эта картина хранится в Русском музее в городе Санкт-Петербурге. Иными словами, горы – это обширные участки земной поверхности, высоко приподнятые над равниной и сильно расчлененные. Горы занимают большие площади, протягиваясь на сотни и тысячи километров. Самые длинные горы на Земле – Анды, находятся на западе Южной Америки. А вот примеры самых высоких гор по материкам и частям света. Эверест расположен в Азии. Его высота – 8850 метров. Пик Исмаила Самани – тоже расположен в Азии. Его высота – 7495 метров. Пик Победы – самый высокий в Центральной Азии, имеет высоту 7439 метров. Хантенгри в Казахстане – имеет высоту 6995 метров. Гора Аканкагуа в Южной Америке – высотой 6959 метров. Гора Макинли на севере Северной Америки – имеет высоту 6194 метра. Килиманджаро в Африке – имеет высоту 5895 метров. Гора Эльбрус, расположенную в Азии. Существует спор, относится ли Эльбрус к Европе или к Азии. Высота Эльбруса – 5642 метра. Гора Арарат в Азии – имеет высоту 5165 метров. Массив Винсон в Антарктиде – имеет высоту 4897 метров. Гора Манблан в Европе – имеет высоту 4808 метров. Если спорный Эльбрус относит к Европе, то тогда Манблан второй по высоте. Гора Костюшка, расположена в Австралии, имеет высоту 2228 метров. Таковы самые высокие горы по материкам и частям света. Относительная высота гор может быть несколько сотен и даже тысяч метров. По абсолютной высоте горы делят на низкие, средние и высокие. Низкие горы – это те, которые имеют высоту до 1000 метров. Средние горы – от 1000 до 2000 метров высотой. И высокие горы – это те, высота которых больше 2000 метров. На территории России можно привести примеры и низких, и средних, и высоких гор. К низким, например, относятся Хибины, что расположены на Кольском полуострове. К средним горам по высоте можно отнести Уральские горы. К самым высоким на территории России относят Кавказ, Алтай и другие горные территории. По своим формам и разнообразию горные хребты и горы тоже различаются. Все они отличаются друг от друга особенностями. Например, у Хибин вершины сглаженные, столовые. Урал представлен параллельно расположенными горными хребтами. И к югу он становится ниже и шире. А Кавказ – его вершины покрыты многолетними ледниками удивительной красоты, сверкающих на солнце. Горы различают не только по высоте, но и по форме. Например, Кавказ – это система горных хребтов. Памир – это горная страна. Кордильеры и Анды представляют собой огромный горный пояс. А Гималайи – это целая горная система. Взаимодействие внутренних и внешних сил земной коры наиболее ярко отражается в формировании гор. Горы могут расти, могут разрушаться. Ледники, горные реки и временные потоки изменяют склоны и вершины сформировавшихся гор. Обламывают огромное количество твердой породы и разносят на огромные расстояния или оставляют у подножия гор. Изменению гор во времени сопутствует и влияние человека. Если, например, человек будет вырубать лес в горах, то оголившиеся склоны быстрее подвергнутся действию разрушительному потоков вод, ледников, текучих вод или рек. Постепенно человек разрушает горы и когда добывает в них полезные ископаемые, а также когда прокладывает дороги или туннели. Выделяют еще горы разные по возрасту – молодые или старые. Молодые горы – это те, которые продолжают расти, у которых еще активно внутреннее действие земли. На территории России это, например, Кавказ. Старые горы – это те, у которых внутреннее движение уже притихло, и они подвергаются действию внешних сил земли, то есть постепенному разрушению. На территории России старые горы – это Тиман, Енисейский кряж или Урал. Молодые горы или пояс молодых гор опоясывает территорию России вдоль южных и восточных границ. Это хребты Карпат, Кавказ, Капидаг, Памир. В пределах этого горного пояса внутренние силы земли продолжают действовать очень активно. Иногда сопровождаются землетрясениями или даже извержениями вулканов, как, например, на полуострове Камчатка. Географическое положение – это адрес географического объекта. Чтобы определить географическое положение, во-первых, нужно установить, в какой части земли расположен объект. Во-вторых, определить его географические координаты, в каких полушариях расположен объект. Если географический объект занимает большую площадь, то необходимо указать его средние размеры и протяженность, а также определить его расстояние между параллелями и меридианами. Посмотрите на карту. Допустим, нам надо определить географическое положение Уральских гор. Название. Уральские горы. Средняя высота – от 500 до 1000 метров. Самая высокая вершина – 1895 метров. Значит, это средние горы. Расположены на материке Евразия, в северо-западной его части. Протянулись с севера на юг, от 68 до 52 в пределах России параллели северной широты. Имеют протяженность около 2000 километров. А с запада на восток их протяженность меняется. Особенно широкими они становятся к югу. Здесь уральские горы располагаются от 55 до 64 меридиана восточной долготы и имеют протяженность около 500 километров. А на севере – всего около 100. Это ряд параллельных хребтов между Восточноевропейской равниной и Западносибирской равниной. А также между Холодным Карским морем и Теплым Каспийским морем за пределами государства. Таково географическое положение Уральских гор. Средние высоты и протяженность обычно определяют приблизительно, соответственно, по шкале высот и с помощью масштаба. Итак, на этом уроке мы узнали, что такое горы и какие они бывают, как изменяются со временем и как определить географическое положение гор. На этом урок наш окончен. До свидания. Продолжение следует...